Встреча с Денисом Майдановым Потому что старые кадры уходят, многие уже пенсионного возраста, а на смены им никто не приходит и передать тот опыт, богатейший опыт эксплуатации оборудования некому. И такая проблема существует повсеместно, говорит Майданов. На промышленных предприятиях не хватает рабочих рук. А молодежь, готовая к работе, сталкивается с юридическими барьерами. Очень много молодежи, порядка 76%, готовы работать в неурочное время, в каникулярное время, для того, чтобы и заработать свои первые деньги, но и получить свой первый опыт. И возможно потом дальше идти в профильные учебные заведения и после этого возвращаться уже на предприятия, где они попробовали работать, и у них получилось, им понравилось. И более того, на предприятиях их ждут. Выдержать мировую конкуренцию таким предприятиям, как Голицынский завод средств автоматизации, сегодня непросто. Хотя оборудование для промышленного содержания птицы, выпускаемое на предприятии, высоко ценится на рынке. И здесь, вот в Голицын, прозвучало неоднократно, что мы не только лучшие, наши специалисты ездят в западные фирмы, и их предприятия, они просят наладить оборудование, апгрейдить, улучшить и так далее, понимая, что наши мозги прекрасно работают. Голицынский завод – предприятие с богатой историей и опытным коллективом. Такие острые необходимо поддерживать и развивать, уверен Денис Майданов. Это пойдет во благо и нашему округу, и всей стране. Дмитрий Потапкин, Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».